Молодой человек не растерялся, я вспоминаю о том, что там же целая история пошла сразу с душком, там у него и скандал за скандалом, у него тесть там что-то начинает придумывать в этом же, он его благоустраивает. Пошли растраты, какие-то закрытия счетов тоже принудительные, там я не знаю, насколько это правомерно было, это все, стройки они там устроили себе, отдельно это часть строительства, но и потом мы знаем все эти помоечные, отмывочные, все схематозы, когда начинают ремонты делать за какие-то там миллиарды, и все это липен. Ну понятно, опять же, вот в контексте того, что если господин Чистюхин его уже элобировал, расчищая ему эту поляну, и он его туда поставил, ну значит, наверное, он должен был поиметь какие-то дивиденды. Вот вы в чем видите эти дивиденды, и ведь поведение того же Алипина, здесь я вижу две версии, либо это такая черная неблагодарность, потому что человек просто его, видимо, халиф на день сорвал ему крышу от такого количества злата, и его понесло, что он теперь хозяин всей горы, значит, сразу первая после Бога, а либо это некая такая игра, когда он выполнял директивы, мы знаем, это используется и в разведке, когда и в современных политиков, давайте посмотрим там Европейский Союз, когда они выполняют просто директивы, им говорят, что надо делать, он это делает, и потом все криминальное сваливается именно на исполнителя, а не на заказчика. Вот по этому поводу что-то можете сказать? Я попробую. Вы знаете, цель, ну как мне кажется, именно этих кадровых изменений в Межгосударственном банке, она не новая. Все мы знаем, что определенные должности в любом, в любой организации, ну особо, так скажем, более значимой, зачастую занимают нужные люди, либо их родственники, либо люди, которые четко выполняют поставленные перед ними задачи, да, берут на себя какой-то риск, в случае каких-то, не знаю, нарушений, санкций, ну грубо говоря, подставляют себя под удар, оставляя в тени тех, чьи интересы они представляют. Как мне кажется, Межгосударственный банк это достаточно серьезный канал был и есть взаимосвязи именно денежных потоков, расчетов, организаций, даже тех, которые уже попали под санкции, да, мы все понимаем, что он после введения санкций, это, да, шок, но расчеты продолжаются, они меняются, они модифицируются, то есть, ну, мир не стоит на месте, да, нам доставляют какие-то неудобства, но Межгосбанк это один из, как бы это правильно сказать, это способ проведения расчетов, если ты берешь это в свои руки, ты контролируешь, и ты, по сути, получаешь ровно то, что в тебе надо. Вот, как ни странно, да, есть такое понимание в моей голове, что все-таки господин Липин, с учетом его биографии, с учетом его знаний, он, по сути, был человеком для исполнения определенных целей, для определенных задач, которые перед ним поставили. Цели понятные, ясные, в принципе, тут особо даже и додумывать не стоит. Соответственно, все, что он в первую очередь сделал, это, как вы и сказали, он одним махом, без уведомления, это подтверждено, закрыл, прекратил договорные отношения с очень большим количеством кредитных организаций. Понятно, что Межгосударственный банк работал с кредитными организациями, обычными коммерческими, которые через него осуществляли расчеты, да, и они осуществляли расчеты не просто свои, а своих клиентов. И как только в один момент эти счета расчетные остановились в большом количестве, да, понятно, что остановились платежи, то есть понятно, что это было целенаправлено как диверсия. Что делается следующее? Причем не закрываются не все, закрываются те самые важные для нашей страны известные крупные кредитные организации, ВТБ, Сбербанк, то есть те, которые держат очень большое количество клиентов, у которых большие потребности как в платежах из российской, так и получения денежных средств, то есть у них есть серьезные потоки, серьезные контрагенты, да. При этом остались счета открытые мелких банков, которые, может быть, не имели на тот момент там крупных клиентов или осуществляли точные какие-то платежи несущественные, да, и эти счета остались. И как ни странно, вот на тот момент почему-то не закрылся счет Цифробанк. Вот такой интересный банк, как мне кажется, очень такой привлекающий внимание господина Чистюхина своим существованием, своей, так сказать, миссией. И, по сути, этот банк, он стал единственным, кто осуществлял расчеты в Российской Федерации, в Казахстане. Тут же были подняты тарифы на обслуживание, то есть там несколько десятков рафт. При этом мы понимаем, что цель Межгосбанка – это не коммерческая деятельность, это политический орган, который осуществляет расчеты, он финансируется из бюджета. Деньги идут на развитие, на существование этого банка из бюджета разных стран, в том числе из Российской Федерации, также Центральный банк выделяет. То есть там нельзя в Межгосбанке, грубо говоря, просто так изменить зарплату сотруднику, это все проходит через совет, то есть все деньги бюджетируются. Это очень серьезная структура. А тут вдруг, по сути, появляется коммерческая деятельность, где по главу угла ставится не просто там под таким великой целью избежания вторичных санкций, прекращения договорных отношений у нас с крупными кредитными организациями или с теми, которые считали достаточно серьезные объемы в этом направлении. Остается чисто мелкие организации, у которых еще нет такой клиентской базы. И такой интересный банк, как цифра, который забирает на себя весь поток. Соответственно, клиенты начинают платить больше денег. Это такая интересная, что это затронута была полностью деятельность, переустроена деятельность как кредитная организация. Ну и, как показала практика, анализа всех деятельностей этого Межгосбанка, она, в принципе, полностью кардинально изменилась. То есть изменилась структура самого Межгосбанка. Она пополнилась большим количеством новых сотрудников, не связанной как бы с профдеятельностью по осуществлению расчетов, каких-то аналитиков там не появилось, которые бы могли что-то...